Пришло время брать реванш, Нипам, делать хороший драфт и вырывать ничью, потому что первая игра, конечно, прошла не лучшим образом для них. Но мне кажется, вот их подвела именно их стратегия. У них бывает такое, что они что-то драфтанут, как-то у них не клеится. Вообще Нипы для меня такая команда, которая... Вот, допустим, им нужно построить драку строго определенным образом, и они всю игру пытаются это сделать, и у них по каким-то нелепым причинам постоянно не получается, либо у них в какой-то момент получится, и все, они побеждают. И Миша нам приходит на интервью, ну, на БТС он не приходит, на Мегалиге. Приходил и говорил, что ну вот, да, мы там пытались, вот у нас мы понимаем, все, но вот как-то не получалось, не получалось. Какая-то такая команда, которая никак не может сформироваться как следует. Но, конечно, поражение Ханам, я думаю, для них это не лучшее, так сказать, событие, которое могло произойти вообще поражение не лучшее событие, но все-таки Хан — это команда, которую Нипам бы хотелось обыграть. Ну и начинается все с Дума, то есть в Думе Нипы уверены. Это тир-один герой, на этот раз Винга и Инчантрас, то есть вместо Мираны, напомню, были все те же самые баны, только была Мирана. Сейчас бы Мирану банить. Ну вот. Сейчас бы банить Мирану вот. Они что-то знают. Приход, а ты как относишься к бану Мирана? Вообще параллельно уже. Это же Мирана же один из тех героев, на которых ты играешь. Может, они что-то знают? Конечно, она чайка. Она бесполезная чайка, которая стоит сзади и вносит урон, и мишеченский расмак. Я помню правило одного липа, что в драку можно зайти только с одного липа, чтобы было два липа, чтобы убежать. Конечно, правило одного липа. Но если играешь против Ликантропа, там даже бывает так, что на трех липах не получается убежать, он все равно гоняет. Там вообще максимально далеко. О, Магнус. Герой, про которого постоянно говорим, ну, Магнуса опять забыли, его никто не берет, вот ребятки берут Магнуса. Намек на Фейселис Войда, на ТБ, там всякие джиггернауты. Может пойти сам в мид, может кинуть импауэр на милишного кора, может кинуть импауэр на какого-то статового рейнджового кора. Тоже неплохо заходит. Ну, конечно, лучший милишник. И может ворваться первый. Ворвался вперед, дал ультимейт, дал шоку вейв, кого-то вывез. И дальше можно смело получать Doom в табло и погибать во имя своей команды. Вообще, шикарный герой против Doom. Так, Гримстрок. Гримстрок — это шикарный герой под Doom. Это Ingswell, под который и сам Doom, и сам Гримстрок, и любой другой милишник могут набежать, застанеть. Две баньши, два Doom, связка героев, которая не дает им... Ну, сыграем в игру, кто начнет раньше. Doom или Магнус? Ну да, либо Грим с Doom, либо Магнус. То есть, ну, чтобы начать первым, круто иметь какого-то Клокверка или Бессмастера. Ну, Бессмастера сразу в бан отправляют. FlyVision BM, FlyVision Клокверка. Что еще осталось? Что там еще есть? Такого мощного... Ну, это сталкер такой, FlyVision, в принципе, но он... Ну, не в Митте. Почему-то очень нестандартный бан у нас у Нипов. Фантомка. Против Магнуса. Точнее, Фантомка с Магнусом. Нежели Void, нежели все метовые парни, там, Тролль, тот же самый, да, ТТБ, который... Антимаг, в конце концов. Ребята, ну, антимаг, ребята, которые не боятся, думают, там, с Энжиньяш, Сатаником и антимаг, да. Вот, они почему-то бан Фантомке именно. Вьетнамские флешбеки. Тихо Рюмонка, да, Фантомочка, Критулю, Критулю, там, 2К. И Oracle еще. Так, Oracle это возможная какая-то заявка на... На что, на бета? На что-то такое обычно делают? На бетика, да. Это, получается, тогда Дума нужно будет смещать. Ну, нужно ворваться с первыми, здесь сложно. Если Дум прыгает первый, Рубик его сразу поднимает в телекинезе, он не успеет дать Думу. Ну, кстати, Бетрайдер тоже FlyVision своего рода. Нужно, нужно кому-то, нужно начать драку. При этом бетик неплохо стакается с Гримстроком. Правда, редкие ситуации, когда можно дать два лассо, они суперредкие. Потому что Гримстроку редко дает ультимет первый, но может быть разок проклят. Ну, там, в теории, да, если заходит такой забытый герой, как Shadow Shaman, я помню, как он комбинируется с Гримстроком. Две молнии, если кто-то выжил, там, двух героев в сетке держишь по семь секунд. Ханы показывали вчера этого Shadow Shaman? И варды, и варды стоят и разваливают. Ханы показывали, но добром-то не закончилось, по-моему. Там все было печально для них. Где? Для Ханов. Когда Shadow Shaman был? Да. Да, просто, да, Герокоптерс весьма умный, они убежали и убивали. Да, измейки фармируют. Он жадноватый какой-то вообще, вот непонятно, почему он не в мете, чего-то герой этому не хватает. Я не знаю, просто на нем плохо человек играл, вот и все. Он просто бежал на своем мувспиде 280. Да, вот мувспид, конечно, это большая проблема. Мувспид радиус атаки, но зато, с другой стороны, ему такую тычку сделали в свое время бодрую, что если он уж добегает... Если Shadow Shaman начинает фокусить, ты вообще бежать не должен. Ты просто разворачиваешься и дерешься. Войдет. До конца. Ты по-любому размен дашь. Просто у тебя столько дэмэджа. На первом лавеле 140 дэмэджа. Это дикое заклинание. 140 дэмэджа и дерешься. Еще плюс с руки там. С руки еще. Фейслес воет. Плюс Магнус. Уже есть. Есть Рубик, который и против Дума зайдет неплохо. Может против Гримстроука зайти неплохо. И остается пятая позиция мид. Причем мид можно на ласт пик. Пятую позицию прямо сейчас. Мне кажется, все, что нужно сделать Ханам, это просто защититься. Потому что Магнус воет, этого уже достаточно для победы. Я как защититься? Ну просто защититься. Я в домике, не знаю. Что? Щит подставить? Поставить антивирус. Формящий пик просто у Ханов будет. Они будут фармить. Ханам будет вторым номером играть. Ну я вот как раз про защиту от каких-то проигранных линий. Ну то есть взять какого-то героя типа Лич или Андаинг, которые точно Войду обеспечат комфортное состояние. Андаинг нападать хочет, но не хочет защищаться. Вот этот герой, который просто не любит стоять на месте, и чтобы на карте ничего не происходило. Он любит идти, чтобы постоянно был масс-экшен. Чтобы постоянно ставить томбы, с Ол Рипа кидать, забирать товара и получать из-за этого левел. Если Веникс думал, он все делает правильно, Воид уходит в лес на пятом левеле. Может быть какой-нибудь... Вот как раз защитить, защитить этого Воида. От чего? От Веномансера, от Дума. Может быть Варлок, ну какой-то подхил. Такой лайн мог быть на прошлой карте. Он был бы замечательным. Я скажу в защиту Скарасмага, что надо просто уметь играть. То есть до шестого левела Скарасмага и Клукверка лучше вообще никуда не бегать. Находишь шестой левел, берешь сорочку Клукверка и всю игру вы просто даете хук-шот, мистик-лэр, все, весь геймплей. То, что делал там Скарасмаг, на это было без боли не посмотреть. Настолько ужасно. Я давно не видел, чтобы люди играли на Скарасмагах. Ну и про Клукверка я молчу. О, Варлок. Вот она защита. Ну он не защита, он скорее просто потерпеть на линии. Веник все равно прогоняет с хорошим плюс-один. Какое укрепление, чтобы Воиду чуть попроще было? Не хватит, да, не хватит ему хила, поэтому рано или поздно Воид все равно идет в лес. Главное, чтобы в Воиду упал талончик. Если будет талончик, все будет нормально по фармам. Темпларка. Увеличиваем агрессию. Вчера Суприм очень хорошо не отыграл. Прямо реально показывал хорошую, мощную темпларку. И Магнус не имеет права идти в центр. Это фрифарм для темпларочки. Если он отправляется в центр, то темпларочка развалит и Магнуса, и там еще Рошенчика заберет. Получается, Нипы показали мид, сейчас они забанят двух героев на миде. Это уже вайпер. Что-то еще добавят к этому. Самые сильные герои, которые остались, это Спектр АТБ. Ну, Спектр просто развалит весь пикханов, если они не забанят удачей. Ну, АТБ просто у нее сален. Скуча иллюзий. Иллюзия дает вижен. Шанс ворваться для Думы. Кстати, темпларка дает трапами вижен для Думы, что немаловажно. У Думы есть шанс. И Змейки Веника тоже помогают. Ух ты. Бэтрайдера все-таки забанили. Сларк. Сларк это странный бан. Сларк против Вайда без Сива. Это смешной бан. Он не живет. Да, он не живет. Ахахахахаха. Спектр лучше пик. Быстро Хан вряд ли закончит. У них не так много Сиэдж дэмэджа. Ну, непонятно, что они заберут на миде. Спектр сбивает Варлоку Блинк. Спектра усложняет Вайду постановку купола. Спектр вырезает Варлока. То есть в Лейте не будет этой проблемы, когда стоит Варлок. И какой-то шестислотовый Вен просто не может подвинуться. Она просто прыгнет на него и заряжет моментально. Спектра слишком много вариантов. Но нет. Я за Спектр. Самый-самый-самый крутой герой. Боятся агрессии Хана. Ну, посмотрим. Посмотрим, что выберут здесь. Тролль еще есть, но тролль рискованно. Ну, так, на линии укрепиться. На линии просто укрепляешься тролль всегда. Все-таки, вместо того, что гибридный парень, не милишный, рейнджевой. Очень хорошо смотрится всегда. Против Магнуса и Рубика? Ну, он у него фрифарм будет. Он просто будет стоять и фрифармить. Какой-нибудь лайфстиллер, чтобы с гримом на Магнуса... Лайфстиллер вообще не хочется пикать против Вайда, Магнуса, Галема. Он не живет. Его Вайд просто райдкликнет разочек. Хочет такого посильнее героя, который либо отдает нормально, либо на выживаемость. С лайфстиллером он совсем не живет. Ну, вообще, соревноваться в лейте вот с ребятами слева как-то стрёмно. Слишком крутой замес. Ну, со спектрой можно посоревноваться, наверное. Да, она просто ломает. Еще и дум сворует. Да-да-да. То есть, если вот эти ребята слева качаются на равных нетверсах без учета айгисов, там же вообще дичь. Мы исключаем варианты, где Войд ставит храносферу на своих, как это было в игре со Штармом. Мы исключаем варианты, где Магнус промахивает с РП, как это регулярно происходит в матче 5-мен, где к Сибе там то в землю в РП, то вообще не дает в РП. Ну, там просто чуть ли не минус-герой в их исполнении в последнее время. В принципе, на месте Ханов я бы опять Штарма обрал бы, потому что это хороший лайнап против Темпларки. Штарм там вообще как бы не особо проигрывает, всегда есть фишка уйти в лес. Если Темпларк пойдет фармить, он может погангать тоже вариант. Тут хороший герой для ганга. И как он отыгрывал, как Мил его отыгрывал, да, то, что он не боялся вот этих сайлсов от Скайрос Мэджа, он, в принципе, также не будет бояться сайлсов от Грима. Они пошли в плотность. Да, ну, это очевидно. Они пошли в суперплотность. Надежда, что Тинни не умрет за храносферу, может быть, все может быть. То есть это Кэрри Тинни, да? Ну, да. А, нет, это Кэрри Дум. Плохой пик. Кэрри Дум, Тройка Веник. Ну, весь ваш Кэрри, это Темпларка получается. Весь демидж, который может наносить и против того драфта Темпларка. Она так не вывозит обычно, этот герой, не вывозит ауешные скиллы. Ну, по-хорошему Ханы и Шторм, опять же, этот появился, который... Ну, Мил на нем реально исполняет. Ну, Хану нужно хорошенько в лейт выйти, как вот они в прошлой игре сделали. То есть не проиграть начало, а дальше все будет. Да, справа могут засноуболить, но с Темпларочкой любая игра может засноуболиться. Если Темпларка темпует, минус Рошан, минус вышки, Айгисы. И с Айгисами можно бороться против францферы. Но если Айгисов нет, на этого все равно, то с левого все очень хорошо. В общем, команды несколько поменялись местами. Если в первой игре у нас первым номером играли Ханы, то здесь, скорее, это нужно Нипам. Посмотрим, так это будет или нет. Передаем слово комментаторам. Надеялся больше никогда не увидеть Тройку Веника, но вот он снова перед нами. И помимо этого еще и Кэрри Дум, такой вот бэк-то и не знаю что. Чем тебе не нравится, кстати, Тройка Веник? В один момент его сильно подрезали, и довольно сильным дебустом казалась, особенно его стоимость вардов повышенная. Он любит поспамить этими вардами своими. И их крадут, их убивают. И это заканчивается, как правило, очень плохо для той стороны, которая отдает эти варды. Змейки, они довольно много прибыли, приносят суммарно, поэтому всяким может закончиться. Но вот Кэрри Дум против... Это Сайлент Империя 2015. Что-то такое, вот, прямо оттуда. Мне кажется, Сайлент серьезно последний, кто успешно на нем катал. Еще Рамзеса, по-моему, парочку игр у него было, когда-то ВП. Ну а так, периодически есть Кэрри Дум, но он, как правило, не против такого жесткого пика. Здесь тебе ультимативные способности в огромном количестве через БКБ. И кто это будет все? Пик полностью повторенный от Ханов в рамках Divine Division против этих же NIP. Тогда они, опять же, напомню, не смогли выиграть, но здесь у меня вообще нет сомнений в том, что для Ханов это не самая сложная игра. Здесь нужно просто перетерпеть, не дать засноуболиться темпларке, потому что здесь есть чем сносить ТВРА. И, понятное дело, что NIP будут играть первым номером, но если у них это не получится, а я думаю, что у них не получится, то Naive и компания тут просто развалят. Айбэк вперед. Я серьезно считаю, что есть 80 на 20 просто. Да, здесь три ультимативных таких контроля, которые должны выигрывать драку, хоть одним попало, будет просто секс. Остальное уже не важно. И Мио, опять же, на своем стороне может повторить успех. И все, тут уже, я не знаю, что противопоставить. Конечно, пожелаем удачи на Midi Templar. Здесь должно быть побольше шансов. Она получше стоит, как правило, чем Эмбер против Штурма Спирита. Интересно то, что у нас снова NIP-драфт выстрелился таким образом, что Last Pick был для четверки, для эры. В предыдущий раз Last Pick был Skyraft, теперь Last Pick от Тини. В свою очередь, крутейший набор от Naive. Это новомодные схемы под названием «Зачем нам рейвбанды, если можно закупить себе очень много регена?» Я, кстати, уверен, что кольца регена — это следующий нерв в следующем же патче. Потому что, ну, камон, вот что это за бай для керри? Это просто жесть. И это реально работает сейчас. Когда начинает чем-то спамить очень сильно, особенно на просто сцене, это впоследствии сильно нервится. Ну, тут, видимо, тангу совсем напулили, и как раз-таки Войт держится на том, что у него есть кольца регена, поэтому только один запульненный тангус должен быть для него достаточным регеном. И Гилгир у нас будет показывать самого талантливого Рубика СНГ, возможно. Это, кстати, супер-рарный, по-моему, Рубес, на смысле шмотка на Рубеса. Да, я помню. Очень красивая. Она одна из последних, если не ошибаюсь, как раз современная. Ну, не считаю, по-моему, игрушки, которые у него... Чуть до 25-го не докачался в Дота Плюсе? Бывает. Но очень крутая с точки зрения того, что у него куб вместо лица. Вот, и... А если ты не куб? Ну, ладно. А что это по-твоему? Ну, Тетраидер какой-то. Все, вопросов не имею. Геометрическая фигура, напоминающая треугольник, но в 3D. А куб — это не треугольник. Но в 3D. Я знаю, что куб напоминает скорее квадрат. Я солидарен с тобой. Ну, ладно. У нас тут пока видим то, что лейнинг-стадия начинается таким небольшим замесом на топе. У непов будут пытаться сгравнизовывать фарм какой-то для Дума. Посмотрим, насколько это успешно получится. Конечно, интересно, Лас Пиктини получился. Возможно, какая-то психологическая атака, знаешь, чтобы противники умерли от смеха. Эра не пошел и не убил Куру, поставив себе вард на Курьера. То есть, опять же, да, все, что ты должен сделать. После того, как ты смотришь на закуп своего, ну, в смысле, кора противника, будучи четверкой, неважно, Тинни, не Тинни, неважно. Ты поставил Вижен, смотришь, сколько у него регена. Если ты видишь, что регена на рейнере было закуплено мало, ты точно контролишь Куру в ближайшие тайминги. И таким образом ломаешь игру по регену для кора оппонента. Он отдал возможность принести 3 Тангуса. Это уже очень-очень плотно залитый момент, который мог быть очень-очень плюсовым для Тинника. Ну, будем надеяться, что до того, как полетит этот Курьер, он успеет еще его забрать. Хотя вот эти первые Курьеры, которые медленнее летают с регеном, они их гораздо легче забирать. Он уже отдал первого. Отдаст он второго, но ничего страшного. Вот второй пошел и еще один пошел. Там, короче, целая колония Курьеров. Вот тебе нужно обязательно сейчас отконтролить этот момент. Там у нас пока душит немного темпларочку. Видим, что там ее подцепили, пробили по ХП. Она причем фласку только потратила недавно. И вот сейчас у нее есть возможность еще немного денег своих, огромных отстегнуть на эту фласку, потому что иначе выхода нет, стоять не получится. J4 пока подхиливает только лишь себя. Его хватает действительно его колец, чтобы стоять спокойно. Против Сайберлайта, который, скорее всего, там что-то Позенстил качает, да? Да, скорее всего. Ну, точнее, то, что он пассивку качает, это факт. Соответственно, сверху ларды. Потому что через Гель не то, чтобы они кого-то заберут. Но, по-моему, это лайн проигранной. Просто потому, что у тебя не самая сильная сейчас четверка на линии, да, не самая эффективная. Раскастовать кого-то, ну, окей, убьешь-то варлока, это будет слишком много ресурсов потрачено, а убить наива не представляется возможным. Да, пока видим то, что Сайберлайт очень сильно страдает просто от Позен... О, Господи. Я не понимаю, почему он не убивает куриц? Зачем же ты поставил Вижен? А, они так водят, типа, круто, что Вижен не работает против этой курицы? Конкретно вот против этих двух последних, да? Ну, вот только сейчас, как-то Павел. Мне кажется, что есть подозрение какое-то, что может кто-то ловить, хотя все на виду, никто там у этих куриц не берется. Короче, я не понимаю, что происходит от ЭРО, серьезно. Это вызывает у меня так много вопросов. Я не помню, когда последний раз у меня было так много вопросов к игре четверки, я имею в виду. Потому что сейчас на четверках играют суперскилловые люди. Это всем известно, да, они просто хайлайты постоянно занимают, у нас супер-мега-крутые обзоры и так далее. И ЭРО тоже не отличается каким-то анскиллом и так далее. У нас все четверки — это просто вот must-have. Там дипнули за что-то еще ЭРО. Там какой-то мемчик произошел, который мы упустили. Вообще топ-3 крипстата — это именно команда Хан. Видим, что они перебивают даже просто по крипам, и Чарли не может добивать так просто против Чешира, который в лицо выдает неплохо так, особенно если импауэр на себя повесит. И вот видим то, что Чарли пытается что-то добить, но вот дынает против него, не получается. Все это так просто сделает. Дынаев достаточно много у Чешира, и это все крипы, которые не отданы были Чарли. И Гилгир тем временем еще и лесочек тут стакал. Он отводит крипцов как раз. Ему должен помешать эти Миши, тут понятное дело. Да, все правильно делает. Опять же, это вопрос размена по ХП МИО. ТП на Тавр. Он забрал волшебство, ему нормально. Он добился чего хотел, тем более здесь еще курьер был. И первая кровь внезапная по Мише была сыграна. Дальше Чарли попытается в размен пойти. Это будет довольно трудно сделать. Есть танчик от крипа, который он съел. Но теперь он начинает терять лицо. Армозчик умал и чувствует это. Это Керидум. Вот так вот он выглядит сейчас. Посмотрите на это. Беги, беги. Все, малышу пожал. О, боже. Я не понимаю. Гилгир еще пару орехов от Тавра поймал, чтобы умереть наверняка. У него это получилось сделать. Веселье приносит. Да, мог бы не подставиться, но сделал это. Эра перемещается. А здесь оказывается, что он спирит в опатовой ситуации. Вот и минус руна, которую он нажал. Да. Но еще круто, что Тинни, конечно, зароумил. Третий левел получился. Соответственно, там уже довольно много можно писать. Чешир просто красава. Чешир, кажется, сейчас добить... Ой, 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 ой. Это лучше, чем убить. А вот это они сейчас... Да. Это лучше, чем убить. В разы. Ну, сейчас Миша отсюда еще поспамит. В этом некоторые проблемы есть. Но Чешир не особо будет это ощущать. У него с хпшка все в порядке. Чарли очень сильно пробился. Не увел. Причем при этом здесь баунтируны, что пытался сделать. И погибает варлок внизу. Ера начинает. Сверху тип еще. Понимаешь, что тип. Они знают, что у Миши КД на ТП, потому что он только-только умирал. Прилетел обратно на Тауэр. И, соответственно, они забрали обе руны. И ты сидишь. Вот реально... Ты вард. Здорово. Да, дорогой вард такой получился. Ну что, красиво, красиво. Поспамит отсюда. Он даже еще и Кребца убьет, по нему. Ну, по нему тоже Вижен несправедливости ради. Поэтому Гилгир здесь зря так ходит. Он еще пару тычек может получить. Почем зря лучше ресурс не терять. Чешир по нему поспамит сейчас. Да, вот есть возможность откинуть хотя бы один шок вейв. Ну, вот, видимо, ситуация по Нетверсу. Он впереди планеты всей, оказывается, фейслес войд. У него все хорошо. А покажите куру Гилгировскую. Несет он себе вард? Да, он несет вард. Он несет вард. Сейчас уже откуда унится ТП у Миши. У него там три секунды. И он будет сбивать еще раз, да. Нет выхода, он будет ждать, пока Миша не нажмет ТП. Подожди, Рубес сам положил сейчас опс в рюкзак. Это вот он фейланул. А потом отвел... Они привели куру. Не, он, скорее всего, у него просто пустого слота не было. И он забыл освободить. Что-то тут вроде случилось. Не, ладно, все. И положилось она автоматом в рюкзак. Ну, ладно, тут случился фейл, потому что реально мог еще от ТП ему сбить сразу же. У него не было выхода. Либо они сидели в бобеделке, играли до конца. Либо, ну, ладно, освободили Мишу. Боже мой! Что происходит? Причем кот, мне кажется, умер. Знаешь почему? Потому что он в этот момент контролил куру, чтобы дать вижен на Клифф. Да, и потерял хп лишнее. Из-за этого забыл о своем герое. Ой, боже. Это супер мемная катка уже. Забыл себя за этим курьером. Но у нас пока видим то, что удачное начало от Нипов по фрагам получилось. Мемчики, конечно, мемчики у нас тут сплошные. Темпларка шестое время им вкачала. Лес в нее идет, все хорошо. Темпларка вообще абсолютно стабильно себя чувствует. Она даже переиграла, смотри, почти на тысячу. Мил, в этот раз Мил не оправился после того позора, который случился с ним, после того, как Эра его гонганул. Ну, это не позор, слушай, это называется... Ну, в паблике это называется «Облизали мид», и это суперграмотный маневр, что это было. Один раз слезнули, скорее, чем облизали. Но Эра после этого еще внизу фраганула. Вообще начал импакт показывать. Да, он, может, там не убивал каких-то курьеров, но теперь у него есть возможность фраговать. И там у него левел пошел, хорошо. И сейчас, ой-ой-ой-ой, атака на Веника, и Веник здесь окажется вне конкуренции по смертям своим. Да. Супер прикольная анимация, когда застрял в куполе J4. Атаку очевидно, да, что у команды на IP нету просто сейва никакого в купол. Это одна из главных проблем, почему сейчас у наивой компании, если они дотянут до мидгейма Тирелэйта, у них все будет хорошо, потому что никакого сейва нет РП, нет хроносферы, по-человечески нету. Ну, пикать венгу в четверку, это, конечно, было бы слишком. Атаку сейва какие тут еще придумали? На четверку, просто у них освободная была бы четверка, либо как-то свапать ролями, чтобы... Ставишь пять гримстроук, значит, ставишь четыре гримстроука, пикаешь пять. Так, у нас Думчанский кастуется по Чеширу, Чеширский код будет, кажется, умирать. У него минус плавина хп, горит, под донатию Гилгир попытается, по крайней мере, у него сильная тычка, он может здесь справиться. И Стан отлично по таймингам все Чарли сыграл, идеально, он прям все законтролил. Да, просто батя на Чарли. Но Гилгир, слушайте, изначально выигранная линия на топе проиграна теперь уже, а у Чарли очень хорошо. Ну, даровлились на самом деле, действительно даровлились. То есть здесь других причин нет, почему они проигрывают эту линию сейчас. Ну, не проигрывают, но подпроиграли местами. Сейчас ничего фатального не произошло, по-прежнему у Ханов очень сильный масс-файт, у них много потенциала раскрытия дальше. И все, на что могут полагаться сами Нипы, это их темпларка, чтобы она хорошо фармила, желательно, чтобы там где-то убивала. Ну, вот пока вот есть у нее дабл дэмэш, она с ним тавр подбивала. А вот то, чтобы убить кого-то, об этом речи пока и не идет. Хотя они идут прям по варду, абсолютно нагло в J4, J4 визер, что на него идут, но все равно подставился. Странно, что он не попытался отойти, хотя... В смысле, он попытался, тос просто. Но там больше был занят крипами. Он очень поздно начал ходить, мог раньше начать это делать. Окей, возможно, возможно. Гилгер вместе с котом. Тут на самом деле довольно опасные маневры. Не то, чтобы у кота тут так много дэмэджа. Чтобы у Чарли так много армора, чтобы это все впитывать, но он это делает. И тут может какая-нибудь рпачечка рандомно залететь, потому что ее вкачал сейчас Магнус, и Чарли уже слишком фулл хп оказался для того, чтобы так вот умирать. Но саппорт в своего фронта. Да, ничего страшного. 3-6 тем временем немножко перефарма в пользу на IP, но мы понимаем то, что это перефарм в Касаре, это по факту Doom со своим Девауром и выигранный миддл Темблер Ассасин, который, понятное дело, должен был быть выигран. То есть Мио, когда говорил, что дайте мне снова шторма, и то, что на IP отдали этого шторма, это было очевидно, что, конечно же, миддл будет сложно именно выиграть. Но Мио потом рекавернится, и все с ним будет хорошо. Дейхо становится кормом для команды на IP, но нет, в этот раз Саберлайт, это по нему, Агель еще не хачал, и это стало причиной того, что он фраг не сделал. Вот корм. Но сейчас сам погибнет, да, вот он корм. Здорово. А ты говоришь. А этот корм намного более прикольный. Да, потому что это тройка, тройка веник, здравствуйте. Это не только тройка веник, это корм тому самому Мио, которому сейчас очень сильно нужны деньги. Очень нужен корм. У него 3000, посмотри на это, у него пятый на твор снизу. И Тауэр подденит сейчас, так что все будет красиво, все будет хорошо, но, по крайней мере, здесь все это время вышкой занимался. Ой, вот еще один купол полетел, будет ли что-то в купол, да, летит сюда что-то в купол. Ой, отменил телепорт, или что там, сбили ему, кажется, телепорт, но все равно и так с Тупларкой справились. Подмомчик, мы хорошо пропрокали пассивки, чужеский код, может ульту дать просто на Чарли? Выдать бы, выдать бы, опа, выдал, хорошо, пришел эра. Да, 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 ну ничего страшного, выдал и выдал. Главное, что стилик, точнее, не состелил Рубик, а стилик, слушай, это новое название для Рубика. Пока у нас у Чарли есть дум, он может его выдать куда-нибудь, но он решил все-таки наив отпустить, а Гилгеры и без дума заберут. Еще один, получается, у нас фраг для Чарли верный, и он зарабатывает уже доминейтинг стриг себе. Внезапно оказалось тот самый дум, который поначалу даже крипову добивать не мог, здесь он уже так вот на коне. Наив поймали его на Эвлендж, но продолжение никакого из этого не последовало, хотя по-прежнему через думы тостом, я думаю, можно было бы его и попытаться забрать. Но они хотят давить за Т2 тавер, это опасно, Т2 вышка очень больно бьет. Ну и вот он первый номер, так называемый, да, это на IP. Этот драфт предполагает то, что они будут действовать первым номером, то, что они будут давить, и они снесли вышку на миде, они снесли, ну как, им за динай или вышку на поте, и они начинают контролить карту, и это супер важно. Теперь будет главная борьба за треугольник, понятное дело, потому что Ханы... Ханы, да, Ханы играет пока. У них есть очень богатый войд, и все остальные, которые в роли догоняющих. Вот Мио, пока он небольшие подкормки получает, все остальные оказываются в ситуации, что спейса не хватит на всех. Будет фармить очень много войд, на которого будет вешаться импауэр, будет что-то остальное доедать Мио, а вот на Магнуса не останется ровно все-таки ничего, хотя от его бабок здесь будет многое зависеть. Штармило полетел туда же Голем, все в Суприма, если Вижн по нему ставится центряк, окей, эра, тем временем... Ой-ой-ой, Динай, Динай какой от Наива быстренький под Думчанского, под которым находился у нас... Ценой жизни, да. Ценой жизни. Ничего страшного. Ничего страшного, да. Ну, тут не вайп на самом деле, то есть если код, конечно, успеет уйти, то все ок, но вот Гилгер точно не уходит, потому что по нему пошел первый спал от Гримстрока. Какие мувы от НИП и вопрос, стоит ли оно того, чтобы дефать вообще? У вас нет хроносферы, возможно, не стоит так вот наивно двигаться. Что-то он там не рассчитал, но пока не очень ясно, что. Да, он влетел, он, конечно, смог задонать, то есть действительно миспозицию совершил для того, чтобы Мио не умер. Но у Мио не было никаких ни стриков, ничего, то есть не было никаких причин переживать за то, что он умрет. А вот то, что по темпу сбился, ну, не знаю. Ну, я имею в виду, ты Шторм, у тебя 4-100, у тебя ниже на Творс, чем у тройки противника, логично, что ты хочешь... Ну, то есть ты еще идешь в Вокет, да, то есть у тебя не будет пути назад. И поэтому ты пойдешь самым богатым своим кором умирать за вот этого своего недорезанного Митера. Но ты просто, скорее всего, не пойдешь так далеко, то есть понятное дело, что это был аркадный мув, да, так называемый. Ну, надеялись, возможно, на то, что Голем поможет успеть заданить и после этого убежать. А тут вся ситуация контролится, вот у нас про это аналитики говорили, куча вижена, вот эти варды постоянно палят на Тору. И под это можно делать удачный врыв. Пока все, и не по плану. Смотри, это был Динай Дума, получается. Возможно, это был план, мы отдаем двух своих коров, чтобы выпадить Дум, а у нас как раз к этому моменту появится РП и Хроносфера. Кстати, вот сейчас таймер атаки для Хронов довольно неплохой. Единственное, чего у них нет, это Голема, но два основных ультимейта присутствуют. Из минусов, да, они не дофармлены, но 4000 на Творце это окей. Можно просто нажать смок, попробовать сделать какой-то соло-килл, если у вас будет вижена одного из оппонентов, а Оосон есть. Так что можно попробовать. 5-х преимущества есть, не поиграет первым номером, как и должны были играть. И самое главное, не давать Ханам ни секунды про духу, не давать им фармиться, не давать им зарабатывать себе хоть какие-то деньги. Потому что кулдауны не особо-то большие у них, да, у них есть только Дум, который действительно стоит того, а все остальные могут драться. Тимфарк как КД может летать. Вот, кстати, что у нее по фарму есть, у нее какие-то существенные предметы. Вообще, первое у нее нетворкс на карте, так что, думаю, Дизоль уже есть. Да, Дизоль есть и практически без тысячи блинк у нее уже. Так что дофармить этот блинк вполне реально в ближайшее время и уже начать щелкать на карте всех, до кого дотянется. Ну, они понимают, что они на таймере, поэтому им нужно будет двигаться на проблему, что сейчас... Окей, Гилгер создает спейс, все нормально, все правильно делает, растягивает карту. За ним тут носятся два оппонента, тем временем Мека появилась у Виномансера. Очень хороший тимфайтовый артефакт. Да, он стопабл, так он стопабл, что-то я не знаю. Что-то вот ты боишься расформленного Дума, а я нет. Вы знаешь, вот мне все время флэшбеки вьетнамские какие-то скатки, которые у меня было в пабе лет 8 назад. Я помню, как... Господи! У меня был Кэрри в Дум команде, который сказал, 40 минут мне дайте, 40 минут, и я вот до этого момента Афакалес. И он действительно ровно 40 минут Афакалес, 40-ая минута у нас уже голый трон стоит, мега-крепы, трон на половине хп, и ровно 40-ая минута он вышел, развалился и умер. Прошу, не умер. И умер противник у нас, и тронс, если мы уже. Креп. То есть, казалось бы. Хорошая история. Да, мне все время вспоминается. А потом ты проснулась, да? Нет, не проснулась, это была реальная катка, тогда было много мемов. Но вот, увы, здесь Дум, к сожалению, действительно будет слаб против всего того, что есть у Ханов Лейти. Но пока у него там в планах БКБ тоже мало чего спасет. Это БКБ слишком много всего, что его пробивает в этом драфте у Ханов. Но, возможно, знаешь, вот часто бывает такое, что ты смотришь на вот эти вот там купола, ПДРП, да там еще что-то сверху, они такие, заченят вечный стан, там, файт, который вообще невозможно задолжить, а в итоге ничем попасть не могут, или ничего не нажимают, или вообще что-то не складывается. Готовые орки, то мило. Если они сейчас не смогут реализовать Орхидею, то, по-моему, это Габелла в чистом виде. Это супер важный момент для того, чтобы Шторм вернулся в игру, потому что в данный момент у него все крайне грустно. И не только у него, да, у его команды то же самое творится. И вот он, вот он Орхид. Надо смог какой-то давать. Есть ультимейты, есть голем, есть РП, есть хроносфера. Все это выдать в одного хора. Хорошо, а кто замажет тогда будет? В смысле, все? Вместе? Все вместе. Ну, там хватит, поверь мне. Ну, то есть, у тебя фейтболт, у тебя шад оф ворд, у тебя, соответственно, как там, чины, или как они называются, первый спелл у джейфо, у варлока, точнее. Вот он в лед, ну и что, вот, ну, тут даже без ультимейтов можно убивать. Это четверка, окей. Ультимейт пошел от Соберлайта, тем временем вдогонку пошел Миша, ну, наив уйдет. Окей, можно отдать Милу, ничего страшного. Главное, больше не отдавать. Голем. Пошел туда чуть-чуть, секот, РП по двоим, красиво, дэмэдж. Фаталбанцы, фаталбанцы работали, но что-то как-то так себе. Нормально, минус три. Триплкил для наива и есть шанс минус четыре сделать. Ты спрашиваешь, где дэмэдж? Вот он. Там очень хорошие фаталбанцы залетели, вот варлоком много дэмэджа было, и в них набивал как раз-таки войд, и это суммарно дало. Спасибо узнать. Кайф. Да, вот и все, поставили на кулдаун, и в целом тут у нас осадили. Теперь главное не играть дальше, если сейчас вы без кулдаунов пойдете играть дальше, да, вот сейчас тряснутся через 10 секунд игроки на IP, и вас могут схватить, потому что Doom все еще есть, да, без новой, да, без связки Гримстрока, но все же. Ну, а Аркан сейчас, так, в прошлом еще нет, тут у нас Глиф рожался, и Суприм. Суприм хочет голема. А, плюс соточка, халява. А что наив? Наив уходит отсюда. У него пока что деньги заработались, он будет их тратить, тратить на, я так понимаю, манту, больше ничего в планах нет, видимо, тут все скинулись по дэмэджу всего понемножку, очень много варлок дэмэджа выдал, как раз-таки потолбанцы поработали, ну и Мео тоже камбэкнул в эту игру. Реализовал свой орчит, вот это хотелось бы. Два раза нажал орчит, это, соответственно, доп дэмэдж, это контроль, все хорошо. Тем временем, Думчан, понятное дело, хочет вернуть себе игру, потому что, напомню, опять же, да, и на IP на таймере, и вот эта драка на топе, она по факту может положить в крестную игру. Они хотят забайтить Мео на волшебство. Нет. Они там стояли на кайграунде, ждали? Парни байтят на волшебство. Ну, в смысле, хотелось бы, но рядом его не оказалось, если он не собирался ее брать в ближайшие 10 секунд, значит, он не рядом вообще, и вижу, на пару не нет, он наконец не имеет, что там есть чеширский код. Идет. Будет выходить, я так понимаю, грифсы какие-то, или что, у него там хедреска есть, и он будет потихонечку собираться. Виномантер грифсы собирает, у него довольно близко к этому моменту уже ситуация подходит, а Непы тем временем забирает потихонечку Рошана. Я тебе уверяю, Ханнам просто плевать. Они прекрасно понимали, что после использования всех своих ультимейтов именно этим и займет своих противник, но, поверь мне, им совершенно это не важно. Самое главное, что-то фатальное не потерять за это время. А что они могут потерять? Товара? Да. Тут, если хорошая драка будет, я думаю, что с этой темпларочкой, у которой уже есть изолятор, можно одну-две т2-лочки и щелкнуть попытаться. У него тут будет БКБ тоже, вот эти масс БКБ, хотя столько всего, что это пробьет, что я не знаю, насколько это прям имеет смысл. У темпларки просто не так много билдов. Да нет, даже, знаешь, больше к думу вопрос, который пытается это сделать сразу после блинка. То есть темпларк-то понятно, у него все понакатанное, редко что-то темпларк... Вот на него сейчас найдут! Опа, РПХов! Кто кого еще нашел? Господи, да не-не-не-не-не, мне кажется, это... А хотя... И Орлеевы дает все-таки дум, но это скорее на отход, потому что рядом тиммейтов-то не особо было. Он суло пошел сюда драться, и не ясно, на что он конкретно рассчитывал. Увозит Чарли довольно далеко, но он живет спокойно, и подземелька бежит, бежит, бежит. Возможно, даже догонит этого Вайда, но этот Войт даже переживет скорее дум, и после этого на таймволке уйдет и сделает тэп-аут. Окей, Кот умер, но это вообще не страшно, да. Что в ответ у Ханов не будет РП, но, опять же, да, они тянут время таким образом. Если Суприм сейчас еще кого-нибудь на ошибке бы поймал при этом, то можно было бы сказать, что это полнейшая реализация, а так РП в целом достойный размен задумок. Учитывая то, что у Нипов просто меньше холдаунов таких жестких, это могло бы поработать. Но пока видим то, что тут у нас Т2-шмотки выбивают, другим заняты ребята из команды Хан. Т2-ушку они готовы продать, им плевать на этот большой лес, они готовы во вражеском посидеть в случае чего. Ну, они кроме этого и драться не хотят против Айгиса в данный момент. Или хотят? Ну, а есть импаж, что нет Дума. Хотят. То есть это довольно весомая причина сейчас навязать драку, учитывая то, что купол есть, и есть голем, которого можно выдать под купол с чейнами, со всем вот этим добром. Самое главное зацепить, и наив идет довольно активно и агрессивно. Очень странно то, что сейчас делают Ханы. У них нет вижена вообще никакого. У противника есть наоборот. И вот такой вот маневр формата. А вот все, все, попался веник, вот тот самый трек и веник. Мио попался, и, по-моему, это капелла для сейчас сканер просто. Чарли накрывает Мио. Действительно, Мио большие проблемы испытывает. Сальность на нем висит. Он сейчас погибает, он погибает. Господи, боже, как же это больно было. И наив следующий может быть, но он пока что отходит на таймволке. На него можно трапы взорвать, он ее просто ломает, уходит. Но продал снова Мио. Суприм пошел Чеширо убивать, потому что его будет легче просто забрать банально. Скювера у него нету. И тычечка, тычечка еще. Хорошо, ушел. Еще и на скювере улетел, тем временем J-Fot заберут, но это пятерка. А тем временем Вайда убили, где его убили? Где-то он там помнит. Где-то здесь убили. Его, скорее всего, да, прокастный мэр зацепил под перевышкой. Р разваливает кабинеты, на самом деле, жестко. Да, он хороший левел набрал. Минус пять, все, вот темп вернулся. Казалось бы, они ту драку проиграли. И у них было пять тысяч преимуществ до той драки, которую они проиграли с всеми использованными ультимейтами от Ханов. Сейчас все было тоже использовано. Все. И они сделали минус пять. Короче, смотри. Я комментировал игру Хан против Найпи в рамках Диван Дивижена. Там был ровно такой же драфт у Ханов. И Мио, имея сумасшедшее превосходство, получил хроносферу от своего собственного тиммейта. Наив просто на него поставил купол. В этот раз Наив поставил купол, и на разворотке Мио сам решил в него влететь. То есть, если ты в меня не ставишь купол Наив, то я сам не увлечу Айбэк. А кто будет тебя винить? Ну, я не знаю, кто кого тут будет винить, но, во-первых, я говорю серьезно, заходить здесь уже без Тавара, да, Тавара нету. У вас нету Вижена. Вам нужно точечно положить скиллы, хорошо, для того, чтобы все было грамотно. Вы не видите противника, вы видите одного веника, который того вообще не стоит, чтобы на него тратить хроносферу. Ну и даже если тратите, то окей. О, сколько там накопали? Смотри, шесть рун на 15-й минуте накопали. Очень удачно, с лопатой, видимо. Ханы. Да. Но тут все равно, видимо, то, что действительно драка была очень неудачной. Не знаю, на что конкретно Мио рассчитывал. Возможно, пока кастуется анимация вот этого купола, успеть перелететь через него. Но так или иначе он там застрял. А он, походу, возможно, нажал, слушай, Lightning Ball до того, как была нажата хроносфера. Он же, ну, типа, далеко летел, издалека точнее. Где-то из-под Калуги. Вот. Поэтому, возможно, именно так и случилось. То есть там тайминги были совсем не в его пользу, поэтому я даже не ошибаюсь. Ну, опять у нас фит пошел от Саберлайта. Он на венике уже привычным делом от этого себя считает. Это не фит, это выбивание РП. А, ну ладно. Ну, кстати, да. Учитывая то, насколько веник часто умирает, насколько для него неважно, умрется он или нет, лишь более только станусь. Можно и так сказать. Он очень полезен, независимо от ситуации, и по количеству денег и так далее. Он просто может давать не только новую, у него там мека. Вот, это все, что нужно. У него коры настолько сейчас богатые, что... Ну, сейчас меки нет, а Егис пропадет, я так думаю, уже без разменов. Т2 вышку здесь в покое можно оставить, трудновато будет ее забирать. И явно Хана готова дефать эту вышку. Джейфо в опасности, он сейчас, походу, умирает. Что-то там долго, кстати, думал, забрал ТПКБ. Неужели у него единство ТПКБ? О, закидывает Эру на клифф, сидит, подумает о жизни. Ну, и вот этот момент по поводу дефенс. Если Рубик стилит плаг варды, он кайфует по жизни. Его команда тоже, бесконечное стояние. Вот это вот отплевывание, соответственно, на ХГ зайти очень сложно. А Егис пропал, и диффуза у Вайда. Тот самый билд, который я так не люблю. Вот больше так не драться, и Кханы это выиграли. Несмотря на 8 тысяч перефармов в стороне NIP. Но если начнется снова вот это веселье по названию «Мы не знаем, куда мы идем и ничего не видим, мы все равно деремся». Эра! Ну, ладно, окей, забрали G4. Но у него так-то голем есть, так что это довольно важный фраг. Сейчас уже файт не построит Хана, им придется сажаться на базе и ждать, пока не откатится их саппорт. Благо, это пятерка, которая быстро у нас возвращается в игру. А вот интересно, что там у Дума. Неужели он действительно все вот эти драки удачные собрал, только лишь один БКБ? Интересно, знаешь, что имея настолько хорошую игру, у него нет 15-го левела на 24-й минуте, а на 15-м левеле, напомню, есть талант на Девалу. Да, хотелось бы уже его вкачать, но он близок будет к этому, а Суприм уже 18-й вкачал, и у него хекс в планах, он будет за контроль отвечать. Твой мидер 18-й и ты 14-й, нормально ли это? Ну, там у Война 15-й, он не слишком далеко уехал, там буквально на пол-левела. У него 16-й, если что. Он уже 16-й поймал, да. Два левела на такой минуте, это серьезно. Особенно если взять то, что тут, ладно, таланты не всегда бывают настолько полезны, но в случае с Думом, особенно Керри, который должен перефармливать оппонента, 15-й талант, это супер-важно. Ну, Керри, мне кажется, никому ничего не должен. Он панк, ему все равно, да. У нас пока что G4 может снова в таверну отправиться, на нем пока что кукла висит, сетка есть. А тут нашли рыбку покрупнее, это минус Войт, может быть, его законтролили под Думом, и Чешир следом погибнет. Он попытался, конечно, уехать на скьювере, но получится ли у него? Осталось совсем немного ХП, но добейте его, да, есть, это минус, еще один Корр, и кажется, тут еще Гилгер поставится. Но тут тембарка, тембарка у нее нет, у БКБ она очень сильно рискует вот так вот находясь здесь, она БКБ прижимает, чтобы забрать просто Голема, и Милу уже ничего не сделает. Вот еще одна шикарная драка, и 11 тысяч преимуществ за непоминку. Ну, как сыграно, Милу пошел вдогонку, Окид сверху повестил, но Эра, Эра слишком жесток. Эра стволит эту катку, серьезно, он супер силен здесь, он сделал предыдущий файт, он делает этот файт, ну и, конечно, тот факт, что они нашли Войта вместе с Магнусом в этих лесах, это, видимо, из-за того, что поставлен был Плагвард, полагаю, что именно из-за него нашли. А, нет, это была темпларочка, да, ее. Это действительно катка имени Эры, он поначалу помог какое-то преимущество заевать Суприма на миде, он смог дать фраги своему кэри, он смог дальше после этого просто позиционку испортить противника всю на всех файтах, где это было возможно, и сейчас продолжает еще и выдавать миллиарное количество дэмэджа. Я думаю, что сейчас можно еще попробовать на него и Зерил забрать. Зачем? А на богатых Тинни-четверках очень любят это дело, это очень сильно получает прогадство. Я не про это, я спрашиваю про Джейфо. Его уже там второй раз убивают, и он очень хочет раздевардить Клифф, но этот Клифф уже не ваш, надо уже просто смириться. А вот Наив пытался здесь Клиффчиков пофармить, тоже ему сказали, что не стоит этого делать, и все, это для него конечное. 47 секунд его не будет, очень много времени выиграли для себя Нипы, и скорее всего будут все равно ждать следующего Рошана, то есть заходить на хайграунд без Аегиса и Сыра для них может, ну, очень плохо закончиться. Они не хотят рисковать, хотя действительно таймер продолжается. 25-ая минута, кстати, довольно медленно вот это все происходит, то, что мы наблюдаем в этой катке. Melt Dispels, вот все, у нас тут Суприм вкачал себе довольно важный талант для себя на Dispel. И несмотря на то, что сейчас 16 тысяч перефарму на IP, все еще из-за драфта Канов у них остаются довольно хорошие шансы, особенно когда соберется Аганим на Мио, если это будет Аганим, конечно. Вот, потому что тут еще есть варианты, ну, в виде Бландстоуна, конечно же, для того, чтобы выживаемость была получше. Ну, у него масса вариантов, что собрать, посмотрим, что выберет. Наверное, это будет Бланд. Так, Веник. Что у нас там? Солар будет у него? Окей. Ну, он прекрасно. И Айон Диск. О, вот это Топчан. Сейберлайт, спасибо тебе, родная. Никаких БКБ, ничего вот этого на подсейф, чисто просто то, что в хроносфере не будет работать. Его в очередной раз пытались забрать, используя ультимейты, и он рад был пойти на ультимейты. То есть, если он будет собирать на себя Айон Диск, то это неумолимое прожатие в него РП или Голем, или еще чего-нибудь, что такое, что не диспелится. И хотелось бы это все делать. Так, Чарли, под хостой. Интересно то, что НИП... Эра сейчас может гингир ворваться. Опаньки, вот пошел, пошел. Здесь уже атакующий момент, Эра солит. Ну, Рубик просто еще заблаговременно нажал ГОСТ, и решил такой, ну ладно, умру еще раз. Ну, возможно, надеялся, что Тинни не успеет ничего сделать, но, увы, успел. Разница между Гилгиром Рубиком и Гилгиром Эрспиритом просто сумасшедшая, и это вижу далеко не первый раз. Ну, как-то не прошла еще. Могло быть гораздо лучше. Рубик здесь мог бы... Если команда еще доминировала бы, он, может, наоборот, еще дом украл бы и всех бы закрыл. И МИО полетел у нас, полетел, видимо, на выходные. Жи-жи. Тем временем у нас Таберлайта забрали на ХГ, но это не мешает ему просто дать новую, отойти, потому что, опять же, да, дэмэджа нет. У байбэков нет ни у Рубика, ни у Шторма. Ну, что-то минус 3 как-то на ровном месте оказалось. Причем ни Рошана, ничего. Файт был просто ни за что. Что-то задайвили. Я не знаю, вот Рубик уже умер, и они все равно куда-то пошли. И это привело к тому, что все, кто пошел за ним, умерли. Короче, потомный файт, где Шторм залетел в собственную хроносферу, он по факту похоронил всю команду в этой матче. И это 1-1, да. То есть минус карта просто за одну хроносферу на боссе, за отсутствующую вышку Т2. Бессмысленно и беспощадно. Сейчас можно отступить, забрать Рошана, пойти по другим сторонам и совершенно ничем не рисковать, хотя до сих пор имеется купол и на возможность поставить голем, и все это в Рошпит очень хорошо будет действовать. Если успеть добежать, потому что сейчас уже тампларка раскачана, и этого Рошана может и в соло щелкать, а остальным просто нет нужды находиться в Рошпите. А что там у нас со Шторм? Да, собирается себе Бластон, пока что, по крайней мере, на пути к этому, получится у него или нет, это уже вопрос отдельный. Но тут нужно готовиться к файту уже на хайграунде, скорее всего. Но Ханы нет, они решили агрессивничать, они решили побайтить, возможно, на Милу, но драться за Рошана хотят. Да, они хотят отдавать Рошу. У них просто минус того, что, во-первых, они Red Inside, у них нет Т2, и это означает то, что нету вонпасна, на которой они могли бы, ну или вообще точки, на которой они могли бы с байбэка сыграть. Во-вторых байбэков у них не то чтобы есть. Джейфо так на передовой пошел, конечно, интересно. А что нет-то? Он Галема просто ставит. Это его роль. Опа, Хекс на Вайда. Минус, походу, Вайдетский, да, его все-таки добьют, Милу влетел, попытается зафокусить Суприма, тут прожимает по КБ, кайтить надо обязательно, но Эра по двоим, Раскаст, фуловый выдает, красава. Да, минус Чишир с его руки легкой, и дальше Джейфо будет погибать, который я... Кого он там контролил? Гримс Роука? Я не поняла, в кого он Галема давал. Ну, кого-то одного он решил выдать его. Тем временем Вайд отходил со спины весь этот файт и хотел закрыть, выйдя вот как раз-таки с лесники уже со стороны Сетьмы, но вышла какая-то фигня. А он просто не ожидал, что у Суприма уже Хекс, я думаю, потому что я не видел его, честно говоря, в предыдущем тимфайте. Возможно, он был. А, да, да, нам говорят, что был. Окей, ну и да, Суприм просто выдал Хекс. Возможно, просто не ожидал, что на встречу к нему кто-то выйдет, что все забайтятся на этого Джейфо и заберут его, но Байт оказался неудачным. Просто никого не интересовала вот эта позиция. Рошан погибает, и вот здесь можно уже заходить, в принципе, на финальный пуш, там уже забирать остатки команды. До сих пор есть купол, до сих пор есть РП, который, кстати, только откатился, по-моему, после смерти уже Чешира. Либо сразу перед, либо только вот пока он сидел в таверне. Ну, Чарли себя нормально чувствует, то есть мы видим то, что у Нипов получилось. Не то, чтобы даже на лейнинг-стадии, но в мидгейме хорошие драки навязать, выиграть много спейса у противника и не дать возможности никому толком пофармить. То есть и драки, драки, драки бесконечные просто. То есть есть Doom, нет Doom, Error все вопросы решал. Какеридум хожу с РПР Китон? Ну, а почему бы и нет? Нет, я понимаю, что это реген и все дела. Ну, ее много кто носит, очень часто это делают, я смотрю. Причем мне тоже казалось бы, там Сильвер возьми какой-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Ну, лежит много, точнее Сильвер в этих шмотках. Тот Мео, кстати, кажется, существовал, но уже нет на этой карте. Да, я думаю, это уже можно написать КГ, Хана просто сопротивляется, хотят показать последние красивые РПшки, хроносферы, благо есть что нажимать. Афигу узнают, что хотят показать, потому что сегодня у нас уже все карты, которые проходили. Казалось бы, нажми ГГ и начни следующую катку, но нет. Буду стоять, терпеть. Может, в Донку нравится играть, значит, кнопки покликать просто, ну, по кайфу. Здесь просто игра, в которой РП, оп, завез, а второй раз потом через кроносферку можно забрать, почему бы и нет. Ну, придет Кэрри Дум сейчас и все проблемы решит, но тут, оказывается, даже лучше. Тут Миша вешает свою ульту и не даст ему даже один фраг сделать, боже ж ты мой. Но тут уже все решает. Забрали, забрали, молодцы. Ну, только что забрали, да. Кроме этого, ответный от Гилггера ультимейт Гримстроука по двум. Кстати, это, по-моему, первый ультимейт, который он украл. Мне тоже так кажется. Думаю, я не видел, но я от него тоже не видел. Скорее, да, чем нет. Догон на Эре. Он может себе позволить, он выиграл эту катку. Ну, а неважно, любым способом усиливать свой прокаст и ваншотить кого-нибудь на этой карте. Неважно, кого он зацепит, самое главное, чтобы ваншотнул. И видим то, что Мила пытается отпушивать, пока что катается туда-обратно, чтобы крипы умирали. Пока он справляется с этой задачей, ну, а у Нипов минус Аегис, поэтому они могут, я не знаю, вряд ли они будут ждать следующего Рошана, в этом вообще никакого смысла нет. Но они могут дождаться, чтобы Хана вышла с хайграунда. Они это любят делать, мы видим, и в самых неудачных ситуациях тоже. И сейчас у них тот самый момент, когда снова есть купол. Это смог. Смотри. Они такие, так, парни, дышим. Мила отпушивает ботом, потом он вернется, к ним уже вместе присоединится. Ну, снова вот Мила не в смоках, он будет как бы наводить Шора, как бы показывать, что, ребят, смотрите, я такой весь из себя неаккуратный, возьмите меня. Но он пока никого не интересует, Чешир, тем более, еще спалился. Кит байтит, он байтит, он байтит, чтобы хрансфера поставить. Вот, забайтил. Кит что-то прибайтился, да, забайтил, получается. Так у него ультимейта нет, неважно, то есть умирает он, не умирает. Здесь надо, чтобы позиционка была обривана. О, Эра слишком жирный, его здесь не сможет Мила забрать, он даже подконтролить как следует не сможет. И Хекс еще сверху получил, и я. Ответочка сейчас последует по нему самому. Мила очень сильно рискует, и это действительно гуд гейм. Ханы проигрывают эту катку и отдают ничью, не пам, хотя могли бы выигрывать. Но получилось здесь так, что не сработали ни комбинации, ни ультимейты, не нафармил что-то такое серьезное войд. В очередной раз наблюдая, когда войд с диффузами ничего не выводит. Интересно, кстати, что в той катке, где он играл против Медузы, ну, та самая, о которой мы постоянно говорим в противостоянии Ханов против Найпи последним, он играл против Медузы без диффузов, а теперь он взял диффуза, но не против Медузы. Бывает, случается. Ну, вот берут периодически, еще есть вайды особо извращенные, которые собирают себе Аганин плюс Линку на кэрри позиции, и у них ноль дэмэджа, и у всех ноль дэмэджа, поэтому они так и остаются и проиграют катки с этим. Это, наверное, самая извращенная из того, что я видела, причем пару каток подряд, где-то наблюдала даже в СНГ. А, нет, это было не в СНГ, это был у нас Китай-Азия на Омега-лиге. Но, в общем, интересные там истории были. Тем не менее, у нас закончилась эта серия, и самая крутая, возможно, на сегодня будет ожидать нас следующая, но об этом уже поговорит наша студия аналитики. Я прям в эту секунду осознал, насколько же я глуп. Пару дней назад я сидел на трансляции, и мы общались с чатом, и кто-то написал, типа, «криповое оформление». Ну, типа, «крипы сзади бегают, криповое оформление». И я только сейчас понял, спустя три дня. Жесть. Ладно, перейдем к игре. Собственно, мы говорили, что Void и Storm выиграют эту игру, если... Если Storm не будет... Нет, не так. Если Void не будет ставить хроносферу на своих. Но мы не предусмотрели одного момента, что свои могут зайти в хроносферу. Да. У них была уже такая игра, абсолютно такая же. Когда Storm залетал в хроносферу. То есть когда хроносфера стоялась на штормах. Мне напоминает это 2016 год, как раз вот Сорочаны мейджор наш вот этот любимый, когда была эра Void и Феникса, и Дима все время смотрел на эту комбинацию и видел, как Феникс в хроносфере умирает в союзной. Но и мы не могли даже... Сейчас уже научились играть, сейчас нормально. Void и Феникс — это огонь комбинация. Ну, собственно, вот-вот. Это вот единственное нормальное комбак, как они прокрутили все вроде как. Они сейчас кинут... Нет, не тот момент. Тут нейв шикарно боролся, чтобы заденать шторма. То есть он прыгнул в драку, чтобы заденать шторма и умереть. Ну, тут был ответный фитфест. То есть что в первой игре не поирунили, как могли. Здесь уже наоборот. Ребятки салпаны с ролями. Здесь видно, что шторм летел. Да и черт с ним бросьте его, еще можно играть. Нет, они решили все вместе влететь за ним. И тут, как знаешь, лемминг прыгает, и остальные тоже за ним. Была такая классная игра, старая и новая есть вариация. Так и называется лемминг, про человечков. Основанная, так сказать, на реальных животных. Я даже не знаю, что еще сказать. Но очень жестко задоминировали по итогам Dyer, и уже просто никаких математических шансов не было. Вот этот репер-кит, который задумывался как артефакт, который вроде как на здание кидать, а сейчас его все берут поголовно коры с регеном. И вот есть такая ситуация, что если бронированный кор с хорошим регеном берет себе репер-кит и у него преимущество, то его вообще не пробить. Лишние 25 — это много. Ну это реально, да. Так по игре, да, что тут. Знаешь, вот Dota строится на микромоментах, а потом переходит все в эти микромоменты, переходит в драки, где тебе вот из-за того, что ты на микромоментах очень много нафейлил, тебе не хватает. Вот эта драка, по-моему, идеальная была. Там Шторм умер, загулял. Тут он там залетел в хроносферу. Тут гонганули его. Тут еще что-то произошло. Там Магнус не дофармил 200 голды, там дайгера не хватило и так далее. Но здесь они вроде все идеально сделали. Сейчас еще хроносфера сверху. Там еще Шторм притянет Дума, который в Сайллс заранее мог. Мне еще стоит добавить, что Веник ни по кому ультимейтом не попал. Я думаю, даже если бы он попал. Я думаю, что если убивает Тинни, если Веник промахнулся ультимейтом, уже имеет смысл просто уйти, потому что там будет дальше абсолютно неважно. У вас минус один, ну и почти минус два героя. Поэтому они молодцы, они подрались, но они подрались хорошо только потому, что сами НИПы просто преподнесли самих себя на блюдечке. Естественно, они рано или поздно перестанут этим заниматься, поэтому комбинацию реализовать будет все сложнее, сложнее, сложнее. И вот тут мы уже видим, как ребятки аккуратненько стараются, осторожненько зайти. Привет. И вот он, наш мальчик. Пацаны. Это жесть. Связочку. Дум ворвался. Дорогой, иди сюда. Да. Ну и ничего не поделать. Ну, слушай, это ответочка. То есть, первый момент Ханы руинят, второй момент НИПы руинят, третий момент Ханы снова руинят. Да, только у НИПов стоит пять вышек при этом, а у Ханов упало почти все уже. Ну да. То есть, такой момент, где вроде бы 3000, не так много, но НИПы должны были давить, они постоянно давили, они старались закончить, и в итоге это привело... Ну, на самом деле, очень сильно смотрелся вот в такой игре, когда такое преимущество большой ТИНИ, потому что он всегда мог ворваться и либо добить какого-то героя, который уходит на ЛОХП, либо, наоборот, начать с того, что кто-то выкидывается, даже Шторм, пока он летит, на него успевают накастовать Дум, все что угодно, и спокойно забирают. Отличная игра от ЭР. Ему приятно идти в размен, там, у противников комбинация, у тебя ТИНИ, ТИНИ всегда может ворваться, разменять себя в Магнусов, в Варлоков, если в Свойда, в кого угодно, и если команда атакует, то играть ТИНИ одно удовольствие. Сработала стратегия, в принципе, без такого хорошего кора. Темпларка сработала. Вот этот момент просто шикарный. Взяли темп. Я не знаю, как они их там нашли, я так и на самом деле не понял, но увидели, что два героя в кустах туда прыгают, ну просто шикарный уровень. Создается впечатление, что в ТИНИ-2 дивизионе люди вообще не умеют камбэкать. То есть все, что они умеют, это играть в темп. У нас шесть игр подряд, кто взял преимущество, тот идет и добивает. И это настолько как бы странно вообще выглядит, потому что мне казалось, что наоборот. Куда ты полетел? За что? Да, Милый здесь. Но он полетел за очками ДТП+. Ладно, он очень круто отыграл первую серию, сколько там, 13-0-16 вроде, но и надо баланс держать. Здесь все провалились. Из-за веника во многом такой гигантский урон получается, Х2, ну в принципе и из-за преимущества по фрагам тоже. И золота в минуту больше. Ну, НИПы сравнивают счет в этой серии, то есть у нас по одному очку достается каждой команде, у НИПов суммарно получается 5-1, чуть хуже ситуация у Ханов. НИПы все еще остаются все-таки фаворитами, хотя нас приучили команды из СНГ, что как бы они вот закрывают Тир-2 дивизион, что они очень хорошо смотрятся, но конкретно на этом турнире, мне кажется, опять европейские команды будут впереди. И прямо они смотрятся, ну, скажем так, они смотрятся либо не хуже, либо чуть лучше. Ну, Викинги тут явный фаворит, они просто вот сколько игр они уже сыграли, они просто крошат лица, и там next level Dota. У них бывают какие-то, знаешь, такие моменты расслабленности, но я в целом согласен, что, наверное, когда они включатся на полную, они должны этот турнир брать, и единственная команда, которая, как мне кажется, прямо серьезная, может конкуренцию составить, это 5-мен, если они выйдут из своего нереального какого-то... Не знаю, 5-мены вообще что-то не смотрелись, какой-то они, может быть, все как бы запал, он прошел. На бане Арквардена. Перекипело. Да, вот там, там. И это все команды, которые банят Вингу Арквардена против них, все их обыгрывают. Закончился конфетно-букетный период. Походу, да. Началась бытовуха. Давайте, давайте без бытовухи. Турнирную таблицу посмотрим. Она у нас вот в таком вот формате. Ниппе молодцы, викинги молодцы, файвмены надо включаться, ханы отлично проводят пока что, потому что они против сильных команд, с 1-1 сыграли против Ниппов и против Ашеров. Ремарочку еще. Есть одна сильная команда, в которую НС вчера сказал, что это худший вообще, что он слышал когда-либо, но на фоне... Во-первых, это НС, а во-вторых, на фоне вот этого состава команд Матголемс, мне кажется, могут стрельнуть. Все-таки там 33-й, там Фата. Матголемс очень хорошо играли, на самом деле, я не знаю, ты же позавчера... Я? Ты на все, ты на все, во всех днях был. Вчера я не был только. Вчера. Они очень круто играют на самом деле. они действительно хорошо играют, причем они только собрались, они сыграли все. Они хорошо драфтят, и они играют по-современному. Они играют через все топовые вот эти герои. Они играют через блутфикер Зевс, это вот очень приятно смотреть, на самом деле, когда блутфикер там чуть ли не там не 1200 гоняет на мотоцикле по драке после ультимейта. Да, они так как раз-таки и играли позавчера. Ну что ж, у нас осталась одна серия на сегодня, и она совсем скоро начнется, но перед этим небольшой перерывчик. Субтитры сделал DimaTorzok